Ставим нашего научного вездехода ровненько, берем в руки планшет, берем в руки по воде. Мы собрали. Снимаем за кнопку play. И он поехал у нас. Плай. Круто. На урок робототехники они пришли сразу после процедур. Знания по информатике и механике ученикам преподают не в школе, а в больнице. Кто-то попал сюда с проблемами эндокринной системы, у кого-то нарушен иммунитет. Но болезнь не помешает ученикам пропустить программу. На помощь пациентам придут специальные тьютеры. Болеющий ребенок, который находится в больнице больше 21 дня, и быть оторванным полностью от социума, конечно, и упускать столько времени, зря это просто невозможно. И наша задача, как учителей, создать такую образовательную среду, которая побудит его учиться. В детской областной больнице маленьким пациентам преподают уже 40 лет. Но только в этом году процесс обучения станет по-настоящему современным. Регион попал в федеральный проект госпитальных школ «Учим-знаем». Челябинск станет уже 44-м субъектом, где появится специальный класс и команда больничных педагогов. Когда каждый день ты можешь прийти вот в такой класс, познакомиться и пообщаться с ребятами, которые находятся в разных городах. Может быть даже с ребятами, которые находятся в такой же ситуации длительного лечения. Вы знаете, вот все вместе это образует ту синергию, которая помогает наряду с лечением детям выздоравливать. Обучение технологиям прошли и учителя. В Челябинске больничные уроки будет проводить педсостав 153-й школы. Я думаю, что дети на самом деле будут чувствовать себя очень комфортно и не ощущать себя, как сказали, из космоса, глядящими на своих сверстников, обучающихся в школах. Справляться с нагрузкой школьникам, которые проходят лечение, помогут психологи. Ежемесячно продолжать обучение в больнице смогут до 350 ребят. Наталья Петрухина, Павел Чащин, 31 канал.